«Если какая-то ракета сбилась и летит над польской территорией, система её без проблем обнаружит», — говорит генерал Роман Полько, Роман Поулко и добавляет, что на полигонах и не такие вещи происходили. Поиск элементов снаряда, упавшего недалеко от замостя близ Быдгоща, продолжается. Соответствующие службы оцепили территорию. По неофициальным данным, в настоящее время ведутся поиски боеголовки, которая должна была отделиться от снаряда. На данный момент официальных сообщений о том, что это за боеголовка, нет. Минобороны Польши заявляет, что данный инцидент не угрожает здоровью и жизни местных жителей. Однако информация о том, будто на найденных элементах снаряда были замечены надписи на русском языке, вызвала волну спекуляций. Возникли вопросы, возможно ли, чтобы выпущенная русскими ракета проникла так далеко вглубь территории Польши. Польские генералы относятся к этому скептически. Во-первых, наша система ПВО постоянно проверяется, поскольку мы являемся восточным флангом НАТО, а также из-за конфликта на Украине. Есть натовские самолёты-шпионы, системы противовоздушной обороны находятся в состоянии полной готовности и без проблем обнаружат, если ракета собьётся с маршрута и полетит над территорией Польши. Говорит в беседе с порталом Фэгд, бывший командир спецподразделения Гром, генерал Роман Полька. Версия о российской ракете не кажется убедительной также генералу Вальдемару Скшипчику, бывшему командующему сухопутными войсками. Военный считает, что вряд ли русская потеряшка могла попасть под бытгощ. Пуск ракеты был бы немедленно зафиксирован, поскольку, как я предполагаю, наши системы работают должным образом и такие ракеты видят. Если бы это действительно была русская ракета, в чём, конечно, никто бы не признался, это свидетельствовало бы о том, что у нас дырявые системы ПВО, говорит генерал Скшипчик. Оставив в стороне версию о русском происхождении найденного снаряда, военные указывают на другое место, откуда он мог прилететь. Всего в 10 километрах от места находки находится военный авиационный завод номер 2, специализирующийся на ремонте самолётов МиГ-29 и Су-22. ИНОСМИ России воздушный объект, найденный в Польше, оказался ракетой 27 апреля 2023 года, это только наше предположение, хотя данная версия вполне вероятна, что если это действительно ракета класса «Воздух-Земля», то она, скорее всего, упала с какого-то самолёта. У нас имеются постсоветские самолёты, у нас есть ещё ракеты Х-25, Х-29 класса «Воздух-Земля», которые используются самолётами МиГ-29 и Су-22. Иногда с этих самолётов что-то падает, говорит генерал Полька. Военных не смущает и то, что на найденных элементах снаряда были замечены написанные кириллицей буквы. То, что маркированные таким образом ракеты попали на вооружение польской армии, их не удивляет. Как напоминает генерал Скшибчик, Польша ещё в 90-х годах закупила у России много ракет для самолётов и вертолётов. Маркированные на заводах русскими буквами, они в таком виде и лежат на польских военных складах. В войсках никто не занимается такой ерундой, как закрашивание названий. Армия — не Академия художеств. Какие есть, такие есть. Это, скорее всего, оставшееся постсоветское вооружение. Возможно, во время учений или манёвров что-то просто отвалилось. Вот и всё, предположил генерал Полька. Теория случайной потери элемента вооружения самолётом, по мнению генералов, подтверждается историями, которые не раз случались на польских полигонах. Генерал Скшипчик вспоминает, как в 90-е годы во время учений на полигоне Вожиша самолёт Су-22 потерял бомбу. За свою богатую военную карьеру генерал Роман Полька пережил на учениях самые разные приключения. На полигонах такие потери часто случались. Случалось, что во время учений авиации нам приходилось бегать с полигона, чтобы на нас случайно что-нибудь не упало. Цели у лётчиков, конечно, определены, но всякое бывает. Все мы люди. Бывало, у кого-то соскользнёт палец и нет моста, но не того, что нужно, а в соседней деревне, вспоминает Роман Полька.